В городских школах наступила горячая пора. К новому учебному году в образовательных учреждениях идут ремонты. Здесь обновляют фасады зданий, меняют вентиляцию, чинят кровлю. Так в 14-й школе капитально ремонтируют пищеблок. В нем появятся дополнительные рыбные, кондитерские, овощные цеха. В 9-й школе приводят в порядок забор с каменной кладкой, уникальный в Ленинском районе. Что сделано, а что еще предстоит, увидела Ольга Сухоплюева. Школа номер 9 – одна из старейших в городе. В следующем году она отметит 90-летний юбилей. Ограждение вокруг образовательного учреждения появилось в 1947-м. Забор имеет уникальный внешний вид и представляет собой архитектурную достопримечательность. Нередко он привлекает внимание художников, фотографов, молодых пар. В последние годы ограждение устарело и требовало капитального ремонта. Была проведена огромная работа. Вначале были составлены проектно-изыскательные работы, чтобы посмотреть, какую сумму нужно выделить бюджетом. И аукцион состоялся уже в марте этого года. Выделили 3 миллиона 400 тысяч для того, чтобы забор именно сохранил свой исторический облик, а не просто снести и выстроить новый, например. Перед подрядчиком стоит непростая задача – привести в порядок чугунные столбы, кованую решетку, каменные колонны, а также прилегающую территорию. При этом важно сохранить исторический облик забора. Очень много резных элементов. На лицевой части там очень много фасок, очень много различных парапетов, где это все нужно выравнивать, делать. Даже у нас на колоннах вот эти колпаки. Не каждый мастер это сможет делать. Это у нас не просто ровная голая стена, которую нужно заштукатурить, зашпаклевать. А это колоссальный труд и очень большая ответственность. Работа кропотливая и требует недюжинных усилий. Больше половины намеченного уже выполнили. Выкорчевали деревья, демонтировали, восстановили старые конструкции. Частично заменили асфальтовое покрытие. Насколько качественно, покажет время. Подрядчик дает гарантию на 5 лет. Здесь у нас будет горячий цех, холодный цех, дальше кальдитерская и рыбно-мясной цех. А еще отдельной мойкой помещение для персонала. В школе номер 14 кипит работа. В пищеблоке проводят капитальный ремонт, которого не было со времен основания школы. Здесь полностью поменяли электропроводку, а огромное пространство поделили на несколько функциональных зон. Осталось произвести отделку стен и потолков. Работы идут строго по графику, поэтому в новом учебном году школьники будут питаться в современной и светлой столовой. Ремонт у нас идет полностью в пищеблоке, то есть это и цеха, и обеденная часть. Здесь у нас появляется пожарный выход. Здесь у нас непосредственно площадь достаточно становится большая. Планируется 198 посадочных мест. В школах помимо текущих идут косметические ремонты. Обновляют кабинеты, коридоры, спортивные, актовые залы. На подготовку образовательных учреждений к учебному году деньги выделяют из городского бюджета. Помощь оказывают шефы и металлургический комбинат. На приобретение необходимых материалов и техники ежегодно руководство градообразующего предприятия выделяет около 3 миллионов рублей. Ольга Сухоплюева, Александр Маргунов, телекомпания ТВИН.